Иду на работу. В ушах наушники слушаю про взаимоотношения Ельцина и Клинтона. Заслушалась, упала. Однажды упала, когда слушала про индустриализацию Сталина. А было время, когда я слушала аудиокниги в жанре фэнтези. Доброго всем вечера с программой «Шоколад». Политика пришла в мой дом в конце февраля нынешнего года. Много читаю, много слушаю. И чем больше читаю и слушаю, тем, как мне кажется, меньше понимаю информации в интернете. Очень много и сложно понять, где правда, а где ложь и манипуляция. Сложно встретить спикера в интернете, кому можно довериться на 100%. Я нашла спикеров, которых мне очень интересно слушать. Это ученый-историк Андрей Фурсов и доктор социальных наук. Военный аналитик Александр Артамонов. Сегодня у нас в гостях в программе «Шоколад» Александр Артамонов. Доброго вечера, Александр. Добрый вечер, Александр. Приветствую. Нашла очень интересную, на мой взгляд, информацию в интернете. С пяти лет вы одинаково, хорошо владели французским и русским языками. У вас в семье говорили на двух языках? Ну, в принципе, можно сказать и так, потому что дедушка был послом в Швейцарии. После того, как устроил заговор против Хрущева и был смещен с должности, он уехал в опалу послом в Швейцарии. До этого он был первым запретом в самим на СССР, представителем госплана СССР. И когда Хрущев отдал Крым украинцам, был, так сказать, замысленный заговор по смещению Хрущева. В дальнейшем, как известно, его сместили, но тогда это была неудачная попытка. И дедушку Никита Сергеевич просил или отправиться куда-нибудь секретарем обкома подальше, или послом в любую страну мира. Ну, дедушка выбрал в Швейцарию, как раз тогда только что был назначен новый посол в СССР в Швейцарии. Но его поменяли срочно, буквально через полгода представленного. Это моего дедушку Иосифа, Иосифович Кузьмина. Он есть в Большой советской энциклопедии. Том за 56-й год. Как бы то ни было, да, мама, соответственно, часть своей биографии вместе со своим отцом, моим дедушкой, провела во франкоязычной части Швейцарии. Она тяготела к этому больше, хотя дедушка с бабушкой говорили в том числе и по-немецки. Ну, а я, соответственно, вырос немножко между Россией и Швейцарией и Францией, потому что родители, опять-таки, познакомились. Фактически, Швейцария их свела. Можно и так. Отец окончил академию Ништорга после авиационно-технологического института, после МАТИ. И проходил практику в Швейцарии, встретился с мамой. Они поженились. И первые годы жизни, в принципе, от нуля до пяти, я провел в Швейцарии. Далее во Франции. И во Франции до окончания школы, фактически, до последнего класса выпускного. Так что французский шел в семье, да, можно сказать. Мама говорила со мной по-французски, помимо русского языка. Отец, естественно, тоже знал и французский, немецкий, английский. Сейчас он уже не на этом свете. Но, так или иначе, я по-немецки изъясняюсь весьма и весьма ограниченно. По-английски хорошо, нормально. По-французски у меня родной язык. Такой же, как можно сказать, и русский. Я на нем книги записывал для французов, на французском телевидении. Преподавал французский во Франции, имея научную степень, на французском языке полученную. Ну и так далее, и тому подобное. Я даже книги писал. Так что благодарю вас за интерес, что вообще обратили внимание на эту часть моей биографии. Я вас, могу сказать, влюбилась. Я вас слушаю с утра до вечера. Про взаимоотношения Клинтона и Ельцина. Это вы рассказывали. В наушниках я слушала. Поскользнулась, лужа была и упала. Вот так вот. А как дедушка отреагировал на такой подарок Хрущеву Украине? Крым. На подарок от России от Украины в лице, так сказать, полуострова Крым. Но дедушка реагировал ясно как. Потому что Хрущев же на самом деле не просто был украинцем. Он был украинским националистом. И мало того, что он был украинским националистом, он был украинским националистом, который не раз предавал даже коммунистов. Причем делал это, я бы сказал, очень красиво. Если так можно выразиться. В момент, когда он был чесарем обкома, бежал с Украины перед приходом гитлеровцев, то есть во время наступления немецко-фашистских захватчиков, он странным образом забыл всю картотеку коммунистов, вся служебная кабинета в полном сборе. Поэтому, когда прибыли немцы, они его, наверное, поблагодарили очень сильно. Прямо по этой картотеке они провели аресты и расстрелы. Но говорят, что он вымолил на коленях перед Сталином прощение за свое деяние. К сожалению, Сталин простил. К сожалению. Про Крым нам всем теперь широко известно. Дедушка мыслил стратегически. Но мы единая страна, но почему бы не подарить? Нет, вот как раз этого у него не было, такого понимания. Он не понимал ни Солины, поднятые Казахстанем, ни Крыма, подаренного украинцам. И, в принципе, я могу понять, почему. Неожиданно для вас, может быть, я сошлюсь на документы Конгресса США, потому что тогда, когда совсем недавно, в течение текущего, уже 2022 года, документы были рассекречены, то обнаружились очень любопытные вещи. Документы рассекречиваются приблизительно через 50 лет. Выяснилось, что тогда, во время ООНа, где-то в 1947-1954 годах, уже был составлен план американского развивания Украины с отделением Украины на зоны лояльности относительно прихода американских войск. Да-да. И самое любопытное, что теперь документы уже в открытом доступе есть. И самое любопытное, что восток Украины, то есть Донбасс, Луганск, собственно, вплоть до Крыма, и включая Крым, были названы в этом документе не лояльными американцами, а властями, потому что эти области традиционно с русским населением, агрессивно настроенным относительно пришельцев, ну и, так сказать, прочих захоженцев. А вот Запад Украины был признан полностью лояльным. Очень интересно в плане района Одессы. В России была поставлена перевод на русский язык такая троечка, как и Киева, в силу того, что в районе Одессы очень много переселенцев из западных областей, которые после войны стали переселяться с запада Украины вниз к Черному морю, в частности, в Одессу. И в этой связи украинцы, населяющие территорию, могут вполне приветствовать американцев. Это не мое заключение, заключение Конгресса США тех лет, то есть 70-летней давности. Хрущев мог знать об этом? Я думаю, что, коль скоро американцы опирались на какие-то советские источники, как они ставили подобные аналитические записки и документы, то, естественно, Хрущев из своих источников великолепно понимал и знал, чем является Украина. И, тем не менее, Крым дарит Украине. И, тем не менее, Крым дарит Украине, но в силу того, что вообще-то не Хрущев как таковой, это же ведь псевдоним. Это псевдоним партийный, взятый у убитого рабочего, вернее, ну, убитого погибшего рабочего. В те годы была комиссия, которую возглавил Вячеслав Николаевич Молотов. Велось расследование по поводу того, откуда и как Хрущев происходит. Стало известно, что на самом деле он побочный сын польского помещика с фамилией Носки, который, ну, как вот Джугашвили, стал Сталином, соответственно, Ульянов стал Лениным. Ну, а он стал Хрущевым. И, соответственно, та шахта, с которой он якобы был родом, потому что поселки были при шахтах, не существовала при роде, заключение комиссии ЦК, проверяющей инстанции. И, собственно, фамилии не его, в поселках такого не существовало. В общем, человек с западной захидной Украины. Если к этому прибавить, что все-таки мы говорим о людях начала 20-го столетия, Украина, как таковая искусственная креатура эпохи большевизма, это на самом деле разбазарение русских земель. И Хрущев это великолепно, как фактически поляк, западноукраинец, или, как мы теперь говорим, западенец, понимал. То есть не как дурак поступал, простите за выражение, а это было осознанное поступок? Ну, он осознанно, так же, как и его предшественники, сколачивал эту великую Украину. В точности так же, как, в чем-то, мне это похоже напоминает гиену Европы, так Польшу Черчилль называл, что Польша вечно пытается поймать чужие земли. И это не просто ради красного словца, я сейчас могу это документально подтвердить. Так и Украина, собственно, составлена из частей. Посмотрите сами, Крым присоединен, Луганско, Донецк, вся полоса, которая кормила, на самом деле, Украину, присоединена большевиками, 20-е годы. Черниговская губерния и прочее присоединены, это никогда не было Малоруссией. То есть весь север, вплоть до Харькова, никогда Малоруссией не числывался. Если возьмите карту Брагауза и Фрона, то есть эпохи Российской империи, Малоруссией, эти земля, как они назывались, это Великая Россия, все это было присоединено. И мало того, что название было придумано, я напомню, что придумал его Грушевский, самый фактически превозглашенный первый президент так называемой Украины, а название было предложено австро-венгерской разведкой, под церковно-славянским источником, потому что мы в прошлые века любые окраинные земли, как это известно, и вы, русский человек, это понимаете, называли Украиной. Допустим, была Украина там, где было расселение яйского казачества. Потому что, кстати, несчастные люди, потому что теперь это Казахстан. Так что, получается, страну придумали, язык фактически южно-русский губер придумали, и территорию, так сказать, слепили из кусков. Для чего? Ну, далее читаем Збигнева-Бжезинского, это уже было, как говорится, пост Хрущева, но Збигнев, опять-таки, человек того же поколения, поэтому мысли совершенно одинаковые. То есть, это страна, которую можно было бы смело назвать анти-Россия, придуманная врагами России, потому что я напомню, что все-таки при всем моем неднозначном отношении к большевикам есть, конечно, немало хорошего, то, что удалось сделать в тот период, я не знаю, вопреки ли или совместно с ними, ну, люди, везде есть люди, не надо никого, как говорится, отрицать достоинство его, ну, не надо игнорировать недостатки, но все-таки большевики систематически, что доказано, ну, рядом историков, я вам процитирую Диониса Каптаря, его замечательная монография, большой очень труд, «Противостояние», «Гибель империи» или книга «Большая игра», где он просто с документами той эпохи в руках, молодой, кстати, достаточно историк, ему в районе 40 лет, доказывает на многих сотнях страниц, каким образом уничтожалась Великая Россия, уничтожалась за счет унижения сознания русского народа, но кто сомневается, пожалуйста, у нас ведь не было академии у Российской Федерации, точнее, тогда РСФСР, были академии у всех наук, у всех национальных республик, а в РСФСР не было академии, если вы посмотрите бюджет и внутренний валовый продукт по республикам эпохи Советского Союза, то выясняется, что центр был постоянно главным производителем благ, а регионы были дотационными, и Прибалтика, и Грузия, и даже Украина, которая все построена, я помню, сколько заводов было в центре Москвы, метро Пролетарская, город Саранск, Мордовия, в центре города медпрепараты, полупроводниковый, электроупрямитель, ламповый, не очень полезен для здоровья центра города. Я отдыхала в Привалске, отдыхала на Украине, не заводов, только пароходы. Так вот сложилось, что мы физически были теми, которые кормили всех, и это не слова. Но Украина не была дотационной, да? Украина очень долго была дотационной после войны, потому что все предприятия, производства, атомные электростанции, заводы, ракетная промышленность созданы и построены после войны, построены и кем, построены за счет кого. Украина была житницей, как мы ее называли. Да, без слов. Но в результате, это не для того, чтобы там бросить камень с тех, кто теперь себя называют украинцами. Земли там знатные. Или украинцами, они еще очень бабы. Украинцы или украинцы? Я украинка. Так я украинка или украинка? Правильно говорить украинцы. Но вообще-то малорусы, тогда когда на меня обижаются, потому что на самом деле у меня есть очень хороший мой товарищ, можно сказать, боевой товарищ, Юрий Кот, преподаватель украинского языка, бывший, один из основных ведущих первого канала украинского телевидения в списке миротворец, значит, с колоссальным трудом покинувший Украину, когда его и его семью преследовали, его избивали. Участник антимайдана, всех он пытался подавить майдан, то есть, соответственно, справиться с этой чумой. И в результате сейчас уже работает в Москве, опять-таки, на телевидении, и проректор МГИКа Московского государственного института культуры, он вот только что выпустил интересную книгу под названием «Украинцы, мы русские». Вот это преподаватель украинского языка, рожденный в западной части Украины и великолепно владеющий двумя языками, естественно, которые доказывают, что есть южно-русский говор, нет никаких украинцев и прочее, прочее. Почему я в этот час ударил с объяснения? Потому что слово «малороссы» не просто никого не унижает, тем более, что вообще-то Тарас Шевченко не знал, что он вообще украинец. Он себя называл малороссом, еще русином иногда. Лесья-украинка не знала, что она украинка. Он так сам себя не называл. Бюсты дома у нас стояли. Тарас Шевченко, Лесья-украинка. Конечно. Беленький, беленький. Памятник их хороший на украинском бульваре в центре Москвы. Просто это придумано. А малороссами они называются. Фактически, я сам себя перебиваю, я скажу, люди отказались от права первородства, как Библия. Потому что Малая Русь – это центр Руси. Это не тот, что она Малая, потому что есть Великая. Это она Малая, потому что она как яблочко, как сердцевина, простите, как косточка, как основа. Вся Россия пошла нарастать вокруг Малой Руси. То есть самой-самой центральной, ее серединной части, естественно, Киевской Руси. Естественно, той части, которая себя безродно взяла и назвала Украиной, вслед за Австро-Венграми, которые уж точно ее не любили, в сердце ее не держали. Поэтому тогда, когда большевики, фактически уничтожая русский корень и пророщая всех в некую затравку для мировой революции, лишили южных русских своей, я бы сказал бы, как теперь говорят, и своего идентитета, то есть своего самоопределения, перекрестив их в украинцев, то украинцы, пусть они так называются, но все равно, забыли о том, кем они являются на самом деле, основы и основ. Никто у них этого никогда не отрицал, не отнимал. Великая Русь, дальше есть Червоная Русь, есть Закарпатская Русь. То есть Руси много. Я себя удивлю, вплоть до центральной части Германии, где сегодня еще проживают сорбы, сорбы русских и сербов, которые тоже считают, что они часть Руси. Вот тем не менее, вот центральная часть, конечно же, была Киевская Русь, и, конечно же, тот, что мы преназываем Украиной. Поэтому, исходя из этого, естественно, очень печально, что так получилось, но, в принципе, вполне предсказуемо, потому что вот этот искусственный подъем якобы национального сознания, придуманный на ровном месте, это повторение того, чего, что делал Ватикан с поляками. Потому что, если вы посмотрите, что сделал Ватикан, Ватикан поляков 400 лет назад превратил в защитников, фактически, западной части мира, ну, у них католицизм, соответственно, они безумно верующие католики, которые защищают Европу от нас, от варваров, варваров, православных варваров. Кстати, когда говорю «защищают православие», очень не смешно, потому что Конгресс США и республиканцы и демократы буквально вчера согласился, ну, вот, почитаю документы любопытные, на одно из своих заседаний, было два заседания вчера, что надо что-то сделать, чтобы справиться с русской цивилизацией, что русская цивилизация с православными ценностями полностью противоречит американской цивилизации. Это кто сказал? Это сказали обе партии, основные и демократы, и республиканцы Соединенных Штатов Америки. Сперва на русский язык, они просто хотят уничтожить, как цивилизацию. Поэтому мы, православная русская цивилизация, им мешаем. Мешаем, потому что мы несем другие ценности. Но уничтожают они как же, не то, что переходят и атомные бомбы бросают. Пытались бросить. Операция дропшот после войны, которая не удалась, потому что они побоялись и не знали, есть ли у нас или нет атомные бомбы. Два раза они реализовали операцию, то есть они пытались нарастить количество атомных бомб и снова и снова утверждали программу уничтожения советских городов. Иначе мы нападем. Я читала вот эту информацию. Иначе Советский Союз нападет. Надо перейдеть. Совет, наверное. Последний раз, она была отверждена операцией, через полгода мы сами испытали свою собственную бомбу. После чего они признали, что, увы и ах, уже поздно, дескать, Советский Союз ответит. И это просто говорит к тому, что уничтожение может проходить при помощи стратегического вооружения. Но не сейчас, не в данном континууме, скажем так, временном. А тогда происходит по плану сбегнила Божезинского. Поглощение пространства, как говорится, слона будем есть бутербродами, отрезаем кусочек, продвигаемся вперед. Еще отрезали, еще продвинулись. Хотя бы на метр в год надо поршневое движение, выталкивание славян, во внутренняя часть земель. И, знаете, что Гитлер говорил, Чербопотович говорил, он говорил, как только украинцы перестанут ощущать себя братьями русских, наступит конец России. Это очень любопытно. Но колосс на глиняных ногах, в теории ребят друга. То есть, у меня вопрос, собственно говоря, подготовила вам, когда все началось, собственно говоря, этот путь, когда он начался, который привел нас к сегодняшней проблеме в 2017, возможно, году. Ну, по сути, вы мне ответили. При вот кладке с информацией наш гость, у меня все задано наперед, я сейчас его представлю вам, уважаемые телезрители. Александр Артамонов окончил филологический факультет МГУ имени Ломоносова. Я тоже филолог, коллеги, да? Преподавали, кстати, когда-нибудь? Мне кажется, лектор от Бога. Большое спасибо. Сейчас начал преподавать, читаю лекции библиотеки после издания последней книги. У меня их три по-русски вышло, она была по-французски. Читаю лекции по приглашению университетов пока в качестве выездного лектора. Вот Северокавказский университет приглашал, Дагестан приглашали этим летом. Ну, вот сейчас я должен принимать кафедру в Амгике теле, фото и киноискусства, и вот уже буду читать, колодится на регулярной основе лекции. Так что приходится. И вот сегодня священникам тоже по приглашению их из Раменского, так сказать, вот читал часа два. Вроде батюшкам понравилось. По крайней мере, не ругались, не прогоняли. Все хорошо. Филолог МГУ имени Ломоносова. Дальнейшее обучение продолжил во Франции, где окончил высшую дипломатическую академию. Там же, при католическом университете, получил звание доктора социальных наук и почти 30 лет жил во Франции. А почему вернулись? 30 лет – это большой срок. Ну да, 30 лет – большой срок. Мы были заезды в Россию, во-первых. Во-вторых, понимаете, вопрос тяжелый и большой, Оксана. Ну, наверное, теперь по прошествии времени, четверти века, можно сказать, во взрослой часть своей жизни я во Франции жил отнюдь не просто живя, а выполняя свой долг перед Родиной. По этому поводу я работал. В разведке. Ну, вы сказали. Я его слушала. Я его, да. Раз слушаю, два. Про Ватикан послушала с удовольствием. Кстати, если интересно, уважаемые телезрители, на ютубе можно послушать историю, как устроен Ватикан. Я восприняла как загадочную, сказочную, загадочную. С учетом моей любви к фэнтези. Ой, с таким интересом я послушала. Спасибо. Я думаю, а не разведчик ли он? А не вербовал ли его Ватикан? Слушай, у вас я об этом подумала. Честное слово. Нет, если бы не вербовал Ватикан, то я бы работал все-таки на Ватикан, а не родил бы всех детей в России, не жил бы здесь, я не был бы православным, когда же мои браслеты в этом свидетельствуют. Но разговор не об этом. Вы правы. Ватикан структура хитрая, очень коварная. Мне достаточно хорошо отражено в первой книге «Русский региональный самолет». Я в авиации работал 15 лет. И тяжелая промышленность, авиационная промышленность потом. Далее на корпорациях, вот Аэрофлот, Иркута, из Сухого до Аэрофлота, потом советника министра, но и заместительный представитель Совета гражданской авиации России. Но дело-то ведь не в этом. Дело, собственно, в том, что если посмотреть, всегда видно, кого человек работает и что он делает. Я всю свою жизнь, в принципе, служил России. Потому что кому другому я никогда не служил. Ничему. Все менялось, как говорится. Жены менялись, детей много, семь человек детей. Но вот как бы Россия всегда оставалась любовью навсегда. В любом случае, возвращаясь к вашему вопросу, вы знаете, ну как, последние два года я находился, выжить не там, в поисковом компьютере Франции. Собственно, при задержании мог быть убитым. В принципе, это любая проверка документов означало смерть. Два года ждал возможности вернуться. Окна, так сказать, в полулегальном положении. А в результате удалось вернуться. Ну, это как бы очень непростой путь. Я его прошел. И от этого только еще, естественно, больше полюбил Россию. Хотя, честно говоря, вернулся в те самые годы, в 97-м, когда никто это не приветствовал. Люди уезжали в Москву. И пошел работать, как мне сказали, забудьте, то, что было, просто в мэрию Москвы на сегодняшний эквивалент зарплаты где-то 20-30 тысяч рублей. А чем занимались? Какая должность у вас была? Сначала был сотрудником старший экономист отдела фондового рынка Департамента внешней связи правительства Москвы Валерия Ивановича Кузина. Это Родженикиза, подчинение вертикально Родженикиза Иосифа Николаевича, зама Лужкова. А потом, сразу после этого, советником заместителя министра имущественных отношений, ввиду того, что, собственно, написал план реформирования Московского авиационного узла. Ну, в силу того, что я, по последнему образованию, так сказать, можно сказать, военный управленец, специалист по управлению крупными военными гражданскими объектами в области авиации. По этому поводу мне это не было особо сильно сложно, но тогда пришел Герман Оскович Греф, первым заместителем министра имущественных отношений, и, собственно, он меня, заметив, к себе пригласил. Отработал там, потом перешел в аэрофлот. В аэрофлоте создал департамент стратегического развития, а потом оттуда уже вице-президентом корпорации Иркут. Вот, собственно, сопряжется то, это уже после этого, прошу прощения, гражданские самолеты Сухого, гражданские самолеты Сухого, вот, собственно, 280 миллионов евро, у меня это описано в книге, я получил от итальянской мафии на развитие сопряженства. Это была большая история, сложная, кстати, история. Дело в том, что на ту пору не сходился бюджет, был где-то дефицит бюджета сопряженства на 300 миллионов евро в европейской валюте. Ну и Михаил Асланович Пагасян должен был откуда-то эти деньги получить, иначе просто его бы не поняли, как ему объяснили. Ну, кто объяснил, неважно, хотя они сейчас уже не министры, но тем не менее. Ну, а я у него был вице-президентом гражданских самолетов Сухого отделения. Он сказал, ищи деньги, как у него как раз составил бизнес-план. Я от упора уже от работы в корпорации Иркут был знаком с вице-премьером Италии. А в Италии есть закон. Почему Италия? Потому что в Италии мы пытались сбывать самолет-амфибия Бери В-200, В Италии есть закон. Правительство имеет право прямого финансирования самолетных проектов. Во всех остальных странах отчитается нелояльная конкуренция тогда, когда правительство само финансирует различные проекты. Ну, игра в свободный рынок. А в Италии нет такого закона. Ну, вот я, собственно, описал это в книге «Русский региональный самолет», издательство «Книжный мир», 2021 год, будет издание, о том, что я построил план. План был абсолютно авантюрный. Прибыл в Италию, предварительно созвонившись, естественно, с кем надо и как надо. Ну, точнее, с корпорацией финмеканика Оленя, которая теперь называется Леонардо. Кстати, третья или четвертая корпорация в области авиастроения в мире. И вице-президент этой корпорации, Леонардо Павония, был моим очень хорошим товарищем по ряду проектов. Я по-итальненски тоже говорю. И дело в том, что я ему изложил свой план, но Леонардо Павония, скорее всего, далеко не просто коммерсант, а гораздо больше, как водится, план оценил. План был очень хитрый на грани фола, как теперь любят говорить молодежь, то есть на грани провала он удался. Дело в том, что итальянцам запрещено производить самолеты полностью, только до агрегатной сборки имеют право, после Второй мировой войны. Потому что они воевали на стороне Гитлера и в развесовке западного блока ни немцы, не итальянцы, строят свои собственные самолеты, не имеют права, им запрещено. Максимум делать большие узлы, крупные, агрегатку. Окончательную сборку и проекты, они ими не владеют. Это или французы будут, или американцы. Эрбас собирается во Францию, в Тулузе, хотя он, в принципе, франко-германский проект, но это так. Боевой вертолет, другой, пожалуйста, просто пример, собирается во Франции, в Мариньяне, хотя тоже Тигр это франко-германский проект, ну и так далее. Соответственно, я купил итальянцев на то, что предложил им поучаствовать в корпорации «Сухой», имея в виду, что Мадаса влезь пятачком, казалось бы, святая святых российского самолетостроения. И параллельно на то, что они получат опыт строительства магистрального самолета, если они примут участие в супер-жутство. Вы разве, чек? Ну и кроме того, есть еще игра в игре, мне это тоже описано, но вкратце я скажу, не все обязаны читать мою книгу, при этом вспоминать, поэтому расскажу. Дело в том, что вице-премьер, мой знакомый и знакомый вот этого старшего вице-президента тогда, Оленя Федмикани Келлионардо Павони, избирался от юга Италии, конкретно от района Бриндизи. Ну, политические партии, итальянские кланы, все очень любопытно. А Бриндизи, как весь юг Италии, находится, ну, как любят говорить русские люди, под козой нострой. То есть, юг Италии бедный, и где-то очень сильно, скажем так, агрессивный и действительно почистые нищие. Ну, и козы нострой там не только на Сицилию процветают. Ну, просто там свои территориальные братства, образование, долгая история. В общем, в целом, я построил план, прибыл в Бриндизи, прибыл в Бриндизи и стал изображать, что я хочу там от лица россиян найти территорию, площадку, или строительство завода, бери ее 200. Развел деятельность с бурными, с риэлторами, со всеми. В это время местная мафия с ужасом смотрела на то, что я делаю. С их точки зрения пришел слон, который разгромит всю посудную лавку. тут вроде припернутся изображения России, сейчас она все снесет, тут вообще будет международный проект, а как же наши тихие спокойные договоренности? Потому что именно Россия? Потому что вы россиянин? Потому что нет. Масштабно подошли? Ну просто придет масштабная иностранная держава, фирма, будет много, как переговорят, движухи, движения, будет вообще все весьма и весьма непросто, а мы тут в нашем тихом болоте были первыми лягушками, а то вообще все нарушится, и зачем земельным донам такое безобразие полное у себя в доме? Ну вот, занимался я этим, кстати, с одобрением вице-премьера и Леонарда Паводня, о котором я сказал выше. В книге все описано, действительно, но она автопиографическая. Я привлек внимание местной мафии, и меня вызвали, как говорится, на серьезное выяснение отношений. Стрелка, так называется, стрелка. Очень симпатичный дон, действительно пожилой и красивый мужчина, так здорово пожилой, за 80. Он меня выслушал, выслушал долго мое чириканье по поводу того, как я здесь построю, то есть мы построим корпорацию Сухой, замечательный завод, там будет летать бериев 200, вот и все будет замечательно, и это будет какой-то единорог, танцующий на радуге. В итальянсе получат замечательный патрульный самолет, а еще они смогут увидеть всех мигрантов, которые плывут в Европу, а еще они будут проводить пожаротушительные работы при помощи бериев 200, и вообще мир будет замечательным. А он что с этого будет иметь? Да, он очень долго слушал, очень долго его хватило, минут на 5-7 на моем итальянском языке, там еще говорят все-таки на южно-итальянском, но я пытался достаточно донести информацию, потому что от английского и французского он сразу отказался. Он выслушал, он сказал, сынок, подожди, один вопрос, что надо, чтобы этого не было? Красавец! А я не потерялся, говорю, все очень просто, ничего не надо, все очень просто, просто нам нужно, чтобы вы дали 400 миллионов евро. Тишина наступила под пеней, она говорит, ты хочешь, чтобы я отдал 400 миллионов евро? А это как? Я говорю, не, не надо, вам ничего давать лично не надо, даст итальянское правительство. Я говорю, подожди, ты хочешь, чтобы итальянское правительство дало 400 миллионов евро? Я говорю, да, я хочу, чтобы 400 миллионов евро приблизительно меньше. Вы знаете, не надо так переживать, будет меньше. На 50 миллионов евро меньше. Там 350 где-то, говорит, 400 не надо, меньше. Бизнес-планы есть, я вам сейчас его дам. Все так и было. Это не выдавили, это реально. Если вы поучаствуете в проекте замечательного, классного самолета «Супрежет 100», он говорит, зачем это надо? Я говорю, очень просто. Имя в истории. Ваш ставленник, ваш ставленник, это вице-премьер, который сейчас находится, вот Каверинале, Каверинале, это дворец-премьер-министр Центра Рима, вот ваш ставленник там, он заработает много бонусов. А вам надо всего-надо всего просто включить еще одну бюджетную строчку в очень большой и красивый бюджет Италии. Больше ничего не надо. Но вы получите ноу-хау, получите знания. А ППП, послепродажную поддержку, по-английски S, автосейл, сепот, ну сокращение малоприличное, если прочитать, что такое S, задница. Ну, автосейл, сепот, послепродажная поддержка, мы организуем рядом с Венецией. Потому что там находится промышленный район Италии, Италия заработает, все будет красиво, всем будет хорошо. Win-win situation, все победят. Говорю, вам ничего не надо, вы просто скажите вице-премьеру. Он говорит, и что будет? Говорю, вице-премьер включит, если вы одобрите. Вы благословите, он сделает. Италия будет хорошо, и нам будет хорошо, и вам будет хорошо, потому что завод здесь не будет. А если нет, говорю, ну, делать что хотите, завод-то будет. Это же не мой завод, мы тут хотим построить, так сказать, отлица всей России, чтобы, как я понял уже, историю Газбериев-200, я уже понял, подожди. Он позвонил вице-премьеру, они договорились, и Италия вошла в проект. А теперь я вам скажу одну вещь. Можете относиться по-разному к этой истории, но это единственный случай, единственный за всю историю. Тогда и за Советский Союз, и за Российскую Федерацию, когда иностранная крупнейшая корпорация вошла в капитал, она вошла в капитал, и отфинансировала российский проект. Ни одного раза ни российский, ни советский проект, самолетостроительная, ни одна западная корпорация не финансировала. Объяснений этому никакого нет, кроме того, что я сказал. Ну, после чего Погосян меня радостно уволил, я поехал в Кремль пить шампанское. Так все было. Ну, правда, Игорь Евгеньевич Левитин, который от упора был министром транспорта России и не был помощником нашего президента, меня пригласил к себе, советником, на работу. Он хотел быть помощником, но я оскорбился, что я не хочу быть помощником, сказал, хочу быть советником. Он создал ставку в советник, я вышел к нему советником. Вот за апреля Совета Гражданской Авиации, которую создал. Вот по этому поводу относитесь, опять-таки, как хотите. Пришло, увидел, победил. Но на самом деле я очень сухо и скупо рассказал историю, которая подробно изложена в книге. Но там все чуть более подробно. И, честно говоря, и женщины там принимали участие, а это не последнее, если правду сказать. Помогли в значительной мере найти контакт, проложить, я бы сказал, проложить тропинку к сердцу итальянских дельцов и политических деятелей. Было. Вот, собственно, эту часть биографии я вам рассказал. И, по идее, после этого, поработав советником, ушел частный бизнес. Уливительно. Поработав советником, ушел частный бизнес. В частном бизнесе решил развивать раньше времени то, что тогда развивать было не надо. Это маркировка авиационных деталей. Потому что мы в авиационной части, скажем, Подмосковья, находимся. Мало того, мне родной и близко. Потому что у меня у дедушки был дом в Кратово, в котором я в русской части своей биографии и наследственной, я считаю, это сказать, вот владел и жил 50 лет. Ну, завычно того периода, который, естественно, не жил в России. Значительная часть своей жизни. Но, тем не менее, все-таки более 20% деталей, которые в мировой авиационной промышленности ставятся на самолеты, это контрафакт. То есть поддельные запчасти. С этим можно справиться, или этого нужна маркировка. У нас маркировка 10-15 лет назад была не очень популярной темой, потому что процветал серый импорт. Но вот вы, девушка, по этому поводу скажу, то, что у нас духи таможни считала на литры. Везено 10 литров, там, допустим, чего там такого, Куку Шанель. Для, так сказать, платья, одежда вообще не маркировалась никак. То есть на вес, что ли, они ее брали. Тонными. Тонными, да. Ну, все понятно. Я не буду продолжать эту тему, тем более, что это не ушло давно. Тема, слава Богу, что меня Всевышний от этого уберег, потому что ясное дело, что вряд ли я сейчас бы жил бы и дышал, если даю бы свою тему до конца. Но меня во всем этом, ничто уж с у меня, сейчас интересовала маркировка авиационных частей. Кто о чем шил и оба не. Я самолеты люблю. Много лет в жизни я ему отдал по этому поводу. Ну, как? Ну, один очень, ну, очень высокий человек, который более нечисленным правительством остается по-прежнему очень высоким, очень богатым человеком, лично запретил заниматься темой маркировки. А спустя 10 лет, совсем недавно, я выяснил, что маркировка все-таки теперь у нас пошла вперед. Ну, правда, немножко не та. РФИТ радиочастотный, так называемый, но теперь же для меня не суть. После этого я просто перешел в журналистику, когда понял, что бизнес не пошел. И в журналистике сначала французской «Голос России», потом команды всеми европейскими языками в составе «Голоса России», кроме английского языка. Вот, потом уже, перейдя в российскую журналистику, так проложил свой путь. В этой журналистике, считайте, я работаю с 12-го года 10 лет. Если за них брать чисто мой журналистский стаж, не считая, где-то полутора лет работы под прикрытием в ранней молодости на территории Парижа. Ну, работал это на радио «Нотр-Дам», и «Нотр-Дам», «Правая волна» французская, вел ночные передачи по 5 часов подряд, на французском языке, естественно. Вот, что я могу по этому поводу вам сказать. Коль, заговорили о ваших книгах, название меня прям вот заинтересовало очень, не читала позавчера, только услышала, что у вас вышла книга «Бесы-люди, современные хозяева мира против России». Ну, и вопрос у меня к вам, кто они, эти бесы-люди, и какие у них планы на... Ну, меня интересует Россия и Украина, естественно. Какие у них планы на вот эти две стороны? Смотрите, «бесы-люди» — термин, на самом деле, очень глубокий. Я его изначала вычитал у Андрея Ильича Фурсова из его программной статьи про инклюзивный капитализм изданный в журнале «Избургский клуб». Правда, когда он мне как-то в самом встрече что-то сказал, говорит, откуда ты взял такой красивый термин? Говорит, так из вашей же статьи и взял. Академик изволил смеяться, но разговор о том, что на самом деле, конечно же, я это понятие знал при всем моем глубоченном уважении к Андрею Ильичу и до Андрея Ильича, оно просто конкретно на русском языке, термин встретил у него. Понятие очень глубокое. Строится оно на стариннейшей традиции библейской, о том, что мир наполнен людьми, которые до конца, в принципе, людьми не являются. Но это одна из религиозных крамол, что они все являются детьми Евы, кто-то и ребенок Лилит, так сказать, якобы первой жены Адама. Но это уже не Библия, в нашем понимании, это Талмуд. И Лилит, на самом деле, это бесовская кровь, что часть людей, живущих на земле, идут от Лилит. Но, как бы то ни было, это, так сказать, религиозное предание, в точке зрения, история. Но термин с тех времен существует. Если брать современное прочтение термина, его интерпретацию, то это означает людей, которые постоянно находятся в противоречии с нормальным ходом истории во имя отчуждения средств и возможностей для самих себя дорогих. Я не разделяю обязательно все положения теории заговора, она достаточно развитая, теория заговора, наличие мирового правительства и прочее, прочее. Так есть ли оно? Это тоже мне очень интересно. На самом деле, действительно, существуют советы 27-ми во главе с Ватиканом. Он так называется. А не бесы-люди, на мой взгляд. И, на мой взгляд, это именно действительно бесы-люди, потому что это, еще раз, личности, которые продвигают ценности, идущие вразрез с традиционными нормальными цивилизациями. Цивилизациями книги, прежде всего. То есть это народы книги, это, естественно, иудеи, христиане и мусульмане. Все мы строим свое наследие на десяти заповедях. Моисея, как говорят, евреи и Моши. Если вы берете десять заповедей, вы берете все, включая даже юриспруденцию, которая зиждется, ну, включая даже право на владение имуществом, так сказать, читаем десять заповедей, смотрим нормальное устройство общества, то есть папа и мама, так сказать, родители, которых надо чтить, и, собственно, устройство общества, жизни и семьи. Это десять заповедей, на этом строится все. Те, кто ведут в мир свои ценности, которые уже представились совсем явными, еще так 10-20 лет назад они не были явными, это отрицают. Нету родителей, вернее, нету отца и матери, есть просто родители один, родители два. Нету пола, пожалуйста, меняйте его хоть в 10 лет. Нету национальности, она отсутствует. Но высуществовало среднего пола, рабочая единица, которая находится, так сказать, наедине с левиафаном, как западная традиция называется государство, то есть сверхкрупное обезличенное государство, и вы фактически, как безликий номер, хотите посмотреть на японское общество или на европейское, теперь уже, так сказать, образование, подчиняетесь этому государству, и ни на что не имеете права захотят, скажет, что вам температура будет в доме 17 градусов, захотят, отключат электричество, захотят, взорвут трубу, вы ничего, я имею в виду трубопровод, по которому газ поступал в Европу, вы ничего сделать не можете, потому что у вас права на возражение никакого нет. Это идеальное общество, построенное без людьми, потому что это теория золотого миллиарда, которую мы называем золотым миллиардом, на самом деле никакой, конечно, не миллиард, миллиард населяет северные полушария, включая нас, а это теория, ну, буквально нескольких десятков миллионов, которые управляют человечеством. Мне приходилось общаться с этими людьми, ко мне они относились весьма и весьма неплохо, кому интересно, что и как, достаточно почитать книгу, издательство «Концептуал», там это описано достаточно подробно. Я могу сказать, что они очень давно продвигали эти идеи через масонов, через религиозную крамолу, с эпохи того, как мы так почитаем Джордана Бруна, который, на самом деле, отнюдь не за это был сожжен церковью, за что мы считаем, что он был сожжен, а за то, что хотел вообще-то воскресить древние магические обряды и фактически устроить, ну, как бы сказать, магию на земле, возрождение эпохи язычества. Вот за это церковь, в принципе, с ним даже не то, что расправилась, так сказать, вот не нашла понимания, потому что там очень темная история. Но разговор сейчас не о Джордане Бруна, а о том, что если идти по пути, который нам проложен, то мы в результате приходим к полному обнулению, уничтожению цивилизации на земле. Неважно, даже не европейской, вообще любой, включая мусульманскую. Ее просто нет. Есть просто некие интересы группы лиц, которые, допустим, в данный момент решили, что центр, я сейчас вот не отрываюсь с проблемой современности, вы сейчас очень быстро поймете, центр мировой цивилизации должен быть перенесен в район Индопасифик, то есть Индийского и Тихого океанов, не в Европе. Сейчас центр цивилизационный находится в Европе. 25 приблизительно лет назад, в эпоху Клинтона, мы упоминали уже это имя, было, ну, не то, что принято решение, была сделана декларация, что будущее центра мира, экономики мировой, должно находиться вот на Тихоокеанском фасаде США. Тогда это показалось забавно, ну, потому что, почему? Тихоокеанский фасад, задворки, ну, да, есть Гавайи в центре Тихого океана, там еще Таити рядом есть, Французская, но почему Тихий океан? А потихонечку за 25 лет эта идея продвинулась, до того, что Великобритания вышла из Брекзита, путем Брекзита, из Единого Евросоюза, тоже очень интересное образование, можно об этом отдельно поговорить. Ой, с удовольствием. И, выйдя из состава Евросоюза, приняла концепцию, которую предложил Борис Джонсон. А Борис Джонсон до своего смещения с поста премьер-министра заказал МИ-6, не какая-нибудь теория загорода, можно открыть сеть, погуглить, посмотреть, пожалуйста. Документ его даже сейчас перечитывают, документ прямо у себя в телефоне, хотя я его уже читал сейчас несколько раз. Так вот, МИ-6 по заказу премьер-министра его канцелярия разработала документ будущих путей развития Великобритании и признала, что будущее Великобритании находится в районе Индии и Тихого океана. Казалось бы, где Великобритания, а где Индия и Тихий океан. И вот мы с вами видим, если хотите, репризу теории Клинтона, Джон Глассахса, у них совершенно единые, можно сказать, культурные фоны, общее начинание. В Великобритании себя не мыслит, частью Европы она доказала с блеском, о том, что там находится центр мировой цивилизации, и вы находите все то, что он сказал раньше, во время Клинтона уже произнесенное. То есть там самые быстро развивающиеся страны, там самый высокий прирост ВВП у стран таких, как Мьянма, как Лаос, как Камбоджа, там замечательные такие страны, как Филиппины и Корея, там Китай, который кузнится для США и для всего мира, треть торговли США проходит именно с Китаем, там самый большой флот США, Тихоокеанский флот, там Австралия с самыми большими залежами урана в мире, вообще-то, между делом, и другими редкоземельными, и, собственно, там самая интересная зона, мало того, там тепло и хорошо, но только там вот одна проблема, что центр этой части мира, это вообще-то такое голубое нечто, где люди не живут, потому что там только рыбки живут, и дельфины плавают. Но это же не волнует, я еще раз вам говорю, волнует несколько десятков миллионов, которые вполне там себя чувствуют вольготно, а то, что человечество проживает отнюдь не там, а в Африке, в Латинской Америке, да вообще-то Европе 500 миллионов, почти что население, ну, кого-то волновало. И вот, заметь, с упорством, наверное, достойным лучшего применения, хозяева человечества занимаются сначала организацией эпидемии, включая искусственные COVID-19. То, что говорю не я, достаточно даже почитать хронику наших ответственных лиц заявления, их, включая Министерство обороны и службы РХСЗО, и, так сказать, наших заместителей министра, которые в эпоху эпидемии не раз уже не намекали, а открыто говорили, что вирус сконструирован, он искусственный, COVID-19. И можно взять другие вирусы, и неожиданную геморрагическую лихорадку, ну, то, что мы называем Борис Легионера, Эбола, и многие другие заболевания. Можно взять историю лаборатории, биолаборатории на Украине, кстати, в Армении такие же лаборатории есть, в точности, и не только, в Азербайджане такие же лаборатории есть. И что в этих лабораториях происходит? Это делается для того, чтобы разработать биологическое оружие, эпидемию, опять-таки, словами мои, Коношенкова, пожалуйста, генерала-лейтенанта, других ответственных лиц, для того, чтобы напустить их на человечество. Зачем? Затем то, что у нас на жизненном горизонте появилась девочка Грета Тунберг в качестве, ну, скажем так, знамения новой зеленой теории. Эта новая зеленая теория предполагает, что людей слишком много. Они мешают таким замечательным существам, как дельфины, тюлени, бабочки, птички. У Дэн Брауна прочла впервые. Давайте... Он об этом писал. Ну, вот давайте посмотрим, что 8 миллиардов многовато. У фантастов третий глаз. Биомасса людская слишком тяготеет на планете. Давайте оставим 2 миллиарда. Все будет замечательно. Как? Они же не будут довольны 6 миллиардов, если их умертвят. А очень просто. А давайте запретим просто России, допустим, возить пшеницу в Африку. А что мы сейчас ее туда возим? А это нам мешает в данный момент. Мы же под санкциями. Нам очень тяжело найти мощности, чтобы ввести зерно в Африку. А там люди умирают. Африканцы, они умирают. Сегодня нету в Гурске, как говорится, пшеница, завтра человек умер. Вот так вот. Таким образом получается, что те проблемы, которые в частности остаются на Украине, и те эпидемии, которые запускаются здесь, бьют прежде всего по странам третьего мира, где люди начинают вымирать. И вы не думайте, что я в плане эпидемии что-то придумываю. Они вымирают даже не столько от того, что кто-то заразил с COVID-19, хотя и от этого тоже, а от того, что из-за COVID-19 и введенных режимов, связанных, казалось бы, с эпидемией, закрываются целые отрасли бизнесов, которые обслуживал третий мир. А люди там, они и живут, вот, как говорится, от горских риса до горских риса. Если закрылось, то завтра ему только зубы на полку и умирать. И они умирают. На самом деле, пирамиды, которые построены в глобалистской экономике, предполагают очень легкое управление. И, соответственно, те, кто размножал человечество, как, я бы сказал, что не было полной автоматизации труда. Рабы. Рабы. Потому что война велась человеческой биомассой. Пушечное мясо. Кто-то сомневается? Да, пожалуйста. На Украину посмотрите. Посмотрите, как гонят в бой несчастные забитые тербаты. Я беседовал с военными, с нашими военными, которым противно уже физически стрелять по площадям, куда упорной серой массой идут украинцы. Они идут, их уничтожают в Сечку, в Бастурму. Они опять идут. Это район Юга Украины, Херсонская область. Переправляют через Ангулец, их опять уничтожают, накрывают артиллерийским огнем. А они опять идут к уничтожению биомассы. Вот так вот, сейчас это уже некая экзотика. Она преследует локальные задачи, мы можем тоже и об этом поговорить. Но в общем и в целом оно характеризует отношение к человечеству. В прошлые века, помимо того, что обработка земли шла экстенсивным путем, то есть необходимо было много людей, там теперь нужен один трактор и немножечко удобрений, потому что, ну, ясное дело, продуктивность земли была другая. Соответственно, требовалось большое количество людей. Потому что заводы, это было 10 человек, которые делали механическую работу. Читаем Джека Лондона, Люди Бездны, смотрим другие фильмы и произведения эпохи Максима Горького, понимаем, что такой труд тогда, вы правы, рабский труд. Требовалось много людей. И чтобы воевать уже, требовалось много людей, чтобы просто их физически уничтожать. А теперь автоматизация. Люди не нужны. Посткапиталистический период, инклюзивный капитализм, который потихонечку переходит к тому, что нас сейчас уже продекларировали, точнее, отчуждению собственности у нас. Со всеми воздекающими, прежде всего, земли. Поэтому людей надо сократить. И превратить их в тех самых бесправных, бесполых и несчастных существ, без родины, говорящих на просто нейтральном английском языке, упрощенном, пиджин инглиш, даже не тот, который английский Шекспира, а совсем-совсем простой. И тогда можно их просто перемещать, гонять по земному шару. Вот как угодно. То есть создается желание создать единое, одно правительство, да, планетарное, правильно я понимаю? Да, абсолютно верно. Одно планетарное, которое занимается перераспределением земных ресурсов. Абсолютно верно. И сейчас это правительство в данный момент прямо на наших глазах пытается создаться при помощи лоббирования. Заметьте, это проходит в том числе, сейчас я, может, вас немножечко тоже удивлю, через взрыв грязной бомбы на Украине. А почему? Потому что если взорвать грязную бомбу на Украине и обвинить в этом Россию, можно легко исключить Россию из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН, реформировать ООН и начать проводить в ООН те решения, максимально давя на все страны, которые угодны тем, кого мы называем Соединенные Штаты Америки. На самом деле, конечно, никакие не Соединенные Штаты, как страна, в которой более 43 миллионов человек живут за чертой бедности вообще-то. Просто как они живут, это никого не интересует. Я вообще и во Франции знаю людей, которые, когда я им дарил резиновые сапоги, поношенные, целовали мне руку. Франция. Зачем вы дарили поношенные сапоги? Простите. А потому что у меня работал конюх, и у меня были старые сапоги. Я попросил, я ему, я сказал, ну забирай, мне руку поцеловал. Это просто к тому, что ведь Франция, как и все остальные страны, мы не будем сейчас переходить на эту тему долго, но это отнюдь не лазурка, как любят говорить наши дивы, а это страны. Я в Испании видел 25 лет назад области, где на женщинах пашут маленькие наделы земли, и, соответственно, там трактор не проходит, каменистая почва, предгорье, а правильно лошадь содержать дорого. Пашут друг на друге. Это 30 тысяч английских стариков, которые замерзают каждую зиму в Великобритании, и там тоже яркое доказательство отношения к народам Западной Европы. Но нету народу Западной Европы, которые могли бы завтра подняться, что это сказать. Там и правителей же давно нет. Есть преддверия, грубо говоря, Вашингтонского обкома, сто лет назад прикормленные и идущие против собственных интересов. И отдельно очень большая интересная тема. Наш весь опыт общения с этими странами зиждется на коммунистическом наследии. Когда наши журналисты, потому что это же пронизывает сознание нашего общества, апеллируют якобы к массам, которые проводят манифестации в Западной Европе, то такое ощущение, что они чего-то от этих масс хотят. Они говорят, вот уже французы поднялись, они вышли на улицу, ведь нет уже тепла в домах, нет работы. Хоть сказать, успокойтесь. Вы на самом деле доставили в учебнику, просто вы не понимаете. Девочки, которые это вещают, они просто не понимают, откуда они сами родом. Они родом из марксизма и ленинизма, из советской эпохи. А марксизм и ленинизм, если срослся на чем? На борьбе пролетариата, который рано или поздно сумеет справиться с хозяевами, скинет верха, что-то там такое сделает. На начало 20 века был А. Советский Союз, и организовывались национальные партии. Но не было еще такой концентрации власти в данный момент через американский континент. А люди эти еще жили крайне бедные и плохо и привыкли убивать друг друга. Потому что прошли Первые и Вторые мировые войны. Поэтому действительно можно было опасаться, что те же самые французы в 30-х годах, в 20-х столетиях выйдут на улицу и пытаются свернуть шею как куренку премьеру. Но сейчас кто будет сворачивать шею при том условии, что европейское население, как правило, которое исконно европейское во Франции, старше 40 лет в молодежи арабо-африканского происхождения. И вымирающие французы, растворенные там, как капля вина в ведре воды вот в этой пришлой крови. Некому там, кроме, кстати, вот этих пришлых, что-то свергать. Субтитры создавал DimaTorzok